Всем привет! С вами интернет-ресурс Мегаобзор.ком Сегодня в нашу лабораторию поступил бюджетный смартфон от компании Techset Это X-Basic или же тот же самый TM4072 Устройство приходит вот в такой небольшой упаковочке То есть, сами размеры смартфона такие же небольшие В принципе, в комплектации с устройством у нас идут зарядные устройства Кабель, гарнитура, сам смартфон И, в принципе, почему-то в нашей комплектации появились две книжки по характеристикам, по эксплуатации То есть, они одинаковые абсолютно, непонятно почему их сразу две Но, в принципе, не столь важно Так, давайте посмотрим, что же у нас получилось из смартфона Которая обойдется всего лишь приблизительно около 3000 рублей Внешность у него довольно-таки неплохая Выполнена в черном цвете Также есть моделька в белой цветовой гамме Так, на задней части у нас находится 3-мегапиксельная камера Со вспышкой, но здесь у нас нет автофокуса То есть, в принципе, камера довольно-таки неплохая Но вблизи объекты снимать и фокусироваться у нас не получится То есть, здесь у нас есть динамик На левой грани у нас качели громкости Впереди у нас фронтальная камера в 0,3 мегапикселя В принципе, все сделано по стандарту Так, здесь снизу три кнопки привычные для глаз Сверху у нас кнопка включи С этой грани у нас ничего нет Итак, отметим, что у нас задняя крышка немножко получила другую форму То есть, она немножко изогнута И открывать ее не так-то удобно То есть, в принципе, конечно, сборка очень качественная Давайте посмотрим, что у нас здесь внутри Итак, давайте сначала выключим смартфон Итак, здесь у нас находится аккумулятор в 1450 мА Вчера, в принципе, довольно-таки неплохо для 4-дюймового крана То есть, на сутки зарядки вполне хватает Конечно, если сильно не налегать на него Итак, здесь у нас двухсимочник То есть, два слота для сим-карт и слот для microSD карточки То есть, в принципе, все пока довольно-таки хорошо Так, давайте закроем его и включим Что касается характеристик Здесь у нас стоит процессор Mediatek 6572 Тактовой частотой в 1,2 ГГц В принципе, это очень даже неплохо То есть, новый процессор, который уже принято устанавливать на бюджетные смартфоны Графический процессор у нас здесь Mali 400 MP Оперативной памяти не так много, конечно, всего 512 МБ Также внутренней памяти у нас 4 ГБ Но под ваше пользование дойдет лишь около 2 ГБ памяти То есть, так, сейчас мы его разблокируем Что еще можно здесь отметить У нас здесь 4-дюймовый экран с разрешением 480 на 800 пикселей То есть, в принципе, довольно-таки неплохо Цвета довольно приличные, в принципе Но углы обзора, конечно, не самые идеальные Но вполне нормальные для бюджетного смартфона Итак, посмотрим, что у нас здесь внутри У нас за работу смартфона отвечает операционная система Android 4.2 В принципе, в приложениях у нас нет ничего лишнего Если не говорить о том, что есть также программки от компании Techset То есть, есть платные И есть небольшой функционал, где бесплатные приложения То есть, сейчас посмотрим, зайдем Программу Techset рекомендуют В принципе, здесь вы можете найти бесплатные игры Либо уже все платное Остальное, Techset Funbox Там уже все у нас нужно заплатить денежку Итак, давайте посмотрим, что у нас с тестами на бенчмарке Устройство набрало довольно-таки много баллов здесь 11078 В принципе, у нас работоспособность соответствует этому В Antutu тесте батарейка у нас набрала 486 баллов Не самый лучший показатель, конечно, но Мне кажется, вполне этого достаточно Также можем посмотреть программу Velama Здесь у нас показатели довольно-таки неплохие 1552 балла и 515 баллов Так, давайте выйдем В принципе, здесь идут довольно-таки игры Требовательные игры Но игры, которые весят много в Play Market То есть, после того, как мы их закачали Они запустились, но играть в них не получилось Скорее всего, придется просто скачивать взломанные игры И устанавливать на смартфон Давайте попробуем запустить уже привычный для глаз GTA Который отлично здесь показал себя То есть, нет никаких тормозов и лагов То есть, все работает очень прилично Сейчас мы посмотрим Как вы можете заметить, загружается Все работает То есть, оперативки хоть и 512 мегабайт Но это никак не отражается на работоспособности смартфона В принципе, Techset нас очень сильно порадовал Так, сейчас закончится Звук, конечно, не самый идеальный Но его вполне хватает, чтобы звонить То есть, прослушивать Так Громкость у нас отключилась Так, в принципе Да, перевернулись И, наверное, сейчас мы взорвемся Так Здесь у нас Лагов, в принципе, нет никаких То есть, играть такие требовательные игры вы можете Что довольно-таки оправдывает данный смартфон Который обойдется всего лишь в 3000 рублей Напомним, что Хит в нашей лаборатории произвел некий фурор Смартфон-логин от компании Megafon Который стоил всего лишь 2000 рублей Мне кажется, этот аппарат намного интереснее, чем он То есть Давайте посмотрим на камеру В принципе Камера Делает довольно-таки неплохие снимки Если брать большие масштабы То есть Фокусироваться на маленьких предметах У него не получается То есть, здесь Фокуса у нас нет Но Снимки вы можете посмотреть В самом обзоре Видео, конечно, и самое лучшее записывает То есть Есть небольшие тормоза Однако Смотреть различные фильмы Лазить в интернете Мне кажется, здесь просто идеально получится И Качество очень Хорошее Давайте посмотрим что-нибудь Из видео Заметить В принципе Показывает очень неплохо Я даже сказал бы Хорошо То есть Смотреть Всякие фильмы Здесь Приносит лишь одно удовольствие Звук мы пока Не будем включать То есть Давайте посмотрим Что у нас с лазанием В сетях Откроем стандартный браузер Который установлен здесь Все работает Довольно хорошо То есть Конечно Четырехдюймовый экран Не такой большой Как Хотелось бы Но Его достаточно Для полноценной работы В принципе Вот такое вот устройство Кстати Хотелось бы отметить Еще одну Фишку То есть Экран блокировки Здесь Можно поменять То есть Заходим в приложение Старт И Выбираем настройку темы То есть Давайте сделаем это Так Вот Такая блокировка То есть Здесь можно Управлять практически полностью Всем смартфоном То есть Держим здесь Выбираем сюда И здесь А пока Нам последнее Открытое приложение Которое мы пользовались То есть Можно прямо отсюда Переходить в них Зайти в галерею Не знаю В игры Все что угодно И Либо можете настроить Все это Автоматически Также здесь Можно сразу Смотреть Все почту Заходить в социальные сети А писать СМС Подключать Блютуз Зайти в камеру В галерею Все что угодно То есть Посмотреть Последние звонки Которые вы набирали Отключить отсюда же звук Либо просто Разблокировать экран Есть также У нас В черной световой гамме Это Dark Называется То есть Сейчас посмотрим В принципе Его можно Также Загрузить Через интернет Другие варианты То есть Здесь в принципе Практически то же самое Но оформление Уже Более такое Интереснее Что я не знаю Ну для кого Как понравится В принципе Вот такой вот Смартфон Бюджетный Мне кажется Он будет Пользоваться Довольно таки Приличной Популярностью Среди Пользователей Своих На этом Мне кажется Закончим Подписывайтесь На наш канал Впереди Еще много Интересного Всем спасибо Всем пока Субтитры